Ну давайте начнем с, к сожалению, очень страшной истории, которая известна многим. Маргарита Грачева, которую муж вывозил в лес и угрожал убить, пошла в полицию и сказала, меня угрожают, меня угрожают убийством. Это статья уголовного кодекса, за это уже можно посадить. Участковый, что он сделал после того, как ему говорят, меня хотят убить? Он провел разъяснительную беседу с этим мужчиной. Этот мужчина эту беседу услышал, после чего он еще раз отвез Маргариту в лес и отрубил ей кисти рук. Недавняя история. На этой неделе Орехова-Зуева мужчина избивала свою жену с маленьким ребенком, я вот говорила, она была вынуждена связать простыни, попытаться по балкону спуститься, он не давал ей из квартиры выйти. Она упала, они оба с ребенком оказались в больнице. Священник, который убил свою жену, потому что она хотела развода, он боялся, что в церкви его за это осудят, за развод. Опять-таки два года назад этот ужаснейший случай, который запись есть, когда позвонила женщина в полиции, сказала, меня избивают, мы не живем вместе, я от него деться куда-то пытаюсь, меня пытается отец спасти, все что угодно, он все время приходит, он меня избивает. Женщина полицейская ответила, труп будет, приедем, опишем, не волнуйтесь, добавила она, не волнуйтесь. И действительно через 40 минут уже не было возможности волноваться он, потому что добил до смерти. То есть мы постоянно в этом живем. И сейчас я благодарна тому, что все-таки СМИ очень много внимания уделяют этой проблеме. И вот, знаете, говорят, черный пиар тоже там, да, пиар. В какой-то степени то, что наши депутаты вместе с сенаторами, а потом это возглавил президент, сделали декриминализацию домашнего насилия, это чудовищная ошибка, но эта чудовищная ошибка позволила всем увидеть воочию, что же за масштабы бедствия происходят в нашей стране и какое чудовищное отношение государственной системы к людям, которые в нашей стране живут.